Чё? Он убегает? Ну чё, ребята? На кого вы полезны? Ух ты! Вы арестовали невиновного. Вас повысили, нифига себе. Это вообще щемит. Очень быстро. Радио можно включить? Есть тут радио? Ух ты! Тут дерево не въехало опять. Ой! Арестовать, отпустить! Всем привет, друзья! Вы на канале Блади Ройс. Меня зовут Владимир. И сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Контрабанд Полис. В этой серии мы будем продолжать играть в эту замечательную игру. Примерять себя в роли пограничника. Досматривать машины. Смотреть, что здесь вообще интересненького есть. Тут нам какие-то задания дают правила. В прошлой серии мы остановились на том, что ездили к бандитам. Пытались отбить точку какую-то. Нас подстрелили немножко. Управление постом. С помощью этого компьютера вы можете улучшить свой пост. Контролировать ежедневную стоимость его содержания. И проверять статистику своей работы. Нанимайте дополнительных охранников, чтобы улучшить защиту вашего поста. Улучшайте здание, чтобы получить дополнительное пространство. Или повысить свой уровень восприятия. Покупайте новые полицейские машины, чтобы эффективнее преследовать преступников. Мы можем тут прокачаться, да? Можно жилище улучшить. Сколько долларов надо? За 600 можно заапгрейдить. Ну вот, кибитка будет, а не просто трейлер. Склад. Тюрьма. Вот нам вот такую надо. Побольше потом. Ну вообще можно прокачаться. Транспорт. Можно и сам транспорт улучшить еще. И обслуживание сразу больше становится. Ой, тут вообще шина. Грузак. Какой-то зелочек. Автомат. Их можно улучшать. У них вон оружие появляется. Здоровье больше становится. Можно, кстати, прочитать, что про них пишут. Многолетний сотрудник отделов уголовной полиции, главного управления полиции в Сатыкане. После ДТП с участником пьяного политика отказался заминать дело, за что было понижено должность и переведено в пограничную часть провинции. Не повезло ему. Не захотел к коррупционерам становиться и все. Сразу понизили. Постовой Репнин. Много лет успешно руководил автомастерской. Но в результате поправки к закону о собственности и земле, его мастерская перешла в собственность государства. После этого инцидента он перебивался разными случайными заработками. И, наконец, устроился механиком в полицию. Тоже не повезло. Бизнес отобрали у него. У них тут в государстве какой-то беспредел творится, если честно. Постовой Москович. Счастливый победитель национальной жилищной лотереи. 1975 года. К сожалению, плохие стандарты строительства привели к тому, что здание обрушилось. В результате погибла вся его семья. Пытаясь заново устроить жизнь, переехал в карикадку. У него вообще вся семья погибла. Выиграл, говорит, жилье. Жилье все обрушилось. Грустная история. Очень грустная история. Постовой Новик. Когда ему было 6 лет, его родители арестовали за оскорбление властей. Донос в КГП записал их же сосед. Всего за 100 акаров. Затем его воспитывал его дядя, сержант полиции. Став взрослым, он решил пойти по его стопам. Ну да, у них тут жесткая, жесткая власть. Ковальский вот еще какой-то. У меня такого вообще нет, можно купить его. А этого улучшить можно. Такого у меня тоже нет. Он охранник, тюремный охранник можно. Это пограничник еще одного пограничника можно. Постовой Ковальский. Когда в 1975 году правительство решил построить в Каеве атомную электростанцию, Семью Ковальский, как и многих других, выстрелили насильно. Был распределен в карикадку, где поступил в полицейскую академию. Постовой Смирнов. Принудительно призван в армию в 1977 году. Через год при подавлении антиправительских беспорядков, Вабринский был тяжело ранен и уволен в связи с непригодностью к военной службе. После длительного периода выздоровления вступил в ряды полиции. Ну да, у них у всех мрачные истории. У всех все как-то плохо случилось. А, в чем мы еще тут можем? Транспорт, здание. Здание мы посмотрели, сотрудники транспорт все посмотрели. Больше тут у нас нет ничего интересного. У всех у них страшные истории. У всех не от лучшей жизни сюда попали. Игорь Акаров. Это, наверное, типа президент, да? Нашего государства. Я так и знал, что контрабанда это плохая идея. Я ведь мог пойти по стопам брата. У нас тут заключенные, кстати, надо их отвезти, наверное. Можно, кстати, карту посмотреть, что тут у нас. Kingdom of Akira. Это вот этих нельзя нам пускать. Ладно. Давайте, наверное, пойдем машины принимать. Давайте начнем проверять. У нас тут, кстати, вот почта пришла, что ли? Что это такое? Светится. Ну да, почта. Газета. Пересечена контрабанда оружия. Это такие новости нам дают. Давайте первого нашего водителя. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Давайте документики посмотрим ваши. Предъявите документы для начала. Давайте посмотрим, ты у нас кто? У тебя багаж есть, мешок цемента, моющие средства. Королевство RK. А нам как раз их нельзя допускать? Да. Он что-то перевозит, нам уже, по сути, надо отказать ему. Правильно? Надо ли мне вот эти все документы сверять? Давайте сверим. В несоответствии уже. По фото похож ты? Вроде похож. Обращайтесь с этим осторожно, говорит. Багаж. Три мешка и багаж еще должен быть. Три штуки. У него тут больше уже? А, это мощь и средства, может? Что у меня сошлось? Мощь и средства, багаж. Все сошлось. Товары и багаж из королевства. Уже нельзя. Прости, дружочек, тебе нельзя. Следующего давайте запустим. Обоснованный отказ. Здравствуйте. Сейчас мы все проверим у тебя. Все вроде соответствует. По лицу вроде тоже соответствует. Багаж не перевозим? Что у тебя тут? Вот фара разбита одна. Шина спущена. И тут шина спущена. Стоим надо что-то делать, нет? Ну да, мне, наверное, без разницы. Да, ты колеса подкачай, дружок. У тебя тут что-то... Плохо все. А нам, кстати, не рассказали. У нас семья есть? Что-нибудь есть, нет? Или мы такие одиночки. Добрый день. Холостики, придите документы. Все сверяем. Номер паспорта. Королевство Иркей, опять-таки. Строг действий вроде все соответствует. Ладно, но ты не проезжаешь, дружок. Мы не можем тебя пустить. Свалить не захочешь? Нам надо тут что-то пожестче поставить. Ворота какие-то, а не просто вот такой шагбаунчик. Которого выбить могут. Недостоверный отчет о досмотре. А че не так? Че я не так сделал? Сотку просрали случайно. О, как медленно он сверяет. У нас усталость уже выработалась. Надо поспать. Ничего не препятствует нам его пропустить? Сразу фары смотрим. Контрабандист это или нет? Это тоже с нашего государства. Он не соответствует. Ты что, дружок, у тебя тут не соответствует? О, все, я устал. Я теперь только так могу проверять сам. Уже тоже не соответствует. Вот у него. Номер паспорта. Ему 35 лет, что ли? Да, он контрабандист. Ему 35. Дружок, давай выходи. Вот лежит. Один контрабанда. Со спиртом? Возьмите деньги, отпустите меня, пожалуйста. Ты дурак. Не надо было сюда ехать. Надо его арестовать. Или я не могу его арестовать? Нет, деньги мы брать не будем. Мы не такие. Давайте, арестуем его сразу. Паша, тюрьма переполнена. Ой, уже темно стало. А он последний, что ли? Да, он последний. Надо, говорит, отвезти в тюрьму. Ой, вот еще контрабанд лежал. Я даже не заметил. Случайно явился. Отвезем, ничего страшного. Куда? Ну все, вроде бы больше нет. Вот, пожалуй, все на сегодня. Это удачный момент, чтобы выполнить запасы, освободить место в тюрьме или отдохнуть. Ты что меня пугаешь? Постовой новик. Контрабанду можно тоже отвезти. Сейчас этих повезем. Вот этих ребяток. Что, сидеть негде, уже стоять приходится. Переместить полицейскую машину. Втроем лезьте вы туда, нет? Должны поместиться. Надо охранника нанять. У меня что-то восклицательный знак там. Ну, давайте в начале приступников отвезем, а то они у нас сбегут. И погнали. Музончик наваливаем. Машины заводим. А что, машину-то не починили? У меня все стекла разбиты. С прошлого раза. Так, что, сидите там? Сидят. У нас 1029 долларов на счету. Наверное, может быть, сейчас купить что-нибудь? Не могу дождаться встречи с парнями. Фомин Аломни, говорит. Дождешься, не бойся. Там очень интересно и весело. Как раз для таких, как ты. Куда-то не туда я заехал. Засада. Что за подстава, блядь? Мне драться с ними нечем. У меня даже пистолет нет. До свидания, ребят. Может, их сбить надо было просто на машине? Мне машину починить надо. Как мне ее починить? У меня все разбито. Ух ты. Я куда вообще заехал? Куда-то не туда еду, наверное. Все, доехали. Открывайте. Работяк вам привез. На подработку. Передать всех заключенных. Отлично. Нам всегда нужны новые пары рабочих рук. За каждого рабочего 100 бачей дают. Чуть не особо много. Так, и теперь контрабанду надо отвести. Ух ты. Остатки стекол добил. Да, сбоку теперь тоже вылетели. О, как чуть не задел. Теперь мне надо в полицейский участок. Ух ты. Засмотрелся. Хотел переключить. Чуть не разбился. Блин. Еще там все разбил. Все, что можно. Надо машинку чинить. А то потом надо будет погнаться за кем-то. У меня машина не заведется. Дневные расходы. А время-то идет. Я сейчас даже не посплю и не отдохну, получается. Мне надо быстрее смотры проводить. А то в следующий раз сил вообще не будет работать. Если я спать не буду. Сейчас контрабанду сдадим. Денег немного заработаю. Отдел полиции. Че, как далеко вы-то находитесь? Да что ж такое. Нельзя ворот пошире, что ли, чуть-чуть сделать. Не помещайся. Здравствуйте. Не ждали? Не спишь? Добрый день. Какой добрый день? 108 долларов всего лишь. Че-то вообще ни о чем твоя контрабанда есть. Можно было не ехать к тебе. Ну и все, едем теперь на наш пост. Поспать надо. Пропусти, пропусти. Я тороплюсь. Надо вот так мигалку включить, чтобы все пропускали меня. Как мне машину починить? Может, в гараж я надо загнать? Может, ты машину починишь мне? Починить 50 бачей. Сейчас все будет, говорит. Ремонт автомобиля. С возвращением, товарищ. Он следит за мной. Выслеживает. Ладно, давайте поспим. Мои труселя, что ли, висят. Люблю Акаристан. Ну все. Можно и поспать. Вон, едут уже. Давайте посмотрим, че у нас тут. У нас тут еще два контрабандиста. И, в принципе, те же правила. А, вот у меня пистолет-то есть на пятерку. Еще вот так. Оп. Выходим из машины. Приезжий. Давайте документы. Это вроде соответствует срок действия. Вот срок действия давайте будем проверять, чтобы не считать постоянно. Не соответствия. О, контрабанда. А ты у нас кто? Разбитые фары. У тебя... А, у него фары разбиты. Арестовать. Почему? Потому что не надо всякую дрянь нам привозить сюда. Все, преступник арестован. Он в шинах тоже, кстати. Что это такое? Патроны? Оружие. Ах ты какой. Патроны он тут перевозить собрался. Так он посмел. И внутрь еще давайте посмотрим. Бардачка. Ах ты, в обшивке спрятать решил. Нехороший какой. Ой, и здесь еще. Много он решил перевезти. А тут и гранаты. Это какой. Ну все, надолго присядет теперь. В движке еще надо посмотреть обязательно. Вон, вижу. Лежат патрончики. Вот еще. По сути все. Можешь убирать эту развалюху отсюда. А что мне как будто это кофе дает? Я может употребить могу его? Бахнуть кофейку? Нет? Или типа мне тоже можно продать кому-нибудь. Здесь купил, а там перепродал. Тут замок что ли надо повесить хотя бы на склад? Кто хочет зайдет туда, просто контрабанду украдет у нас. И остался у нас один контрабандист. Он должен быть национальность, королевство РК. Предъявите документы. Он что-то перевозит. Мыло-багаж у него. Есть смысл опи сделать? Только не запачкайте мое сиденье. Транабанды нет у тебя? Так, по-быстрому посмотрим. Вроде бы нету. Но все равно ты не проезжаешь. Нам нельзя тебя пустить, понимаешь? Нельзя. Опись грузов. Что по описи грузов? Что? Он убегает? Куда ты побежал, блядь? Отстань от меня. Надеть наручники. Атака заставы? А это не он что ли? Вы что, ребята? Черт, что вы делаете? Вы что, твари? Нападают. На кого вы полезли? У меня сколько патрона? Вы потеряли товарища. Постовой Максимов тяжело раненый. Нуждаются в лечении. Че у вас как много-то? У них патрон-то можно взять, нет? Потеряли товарища. Новиков тяжело раненый. Новик. Все тяжело ранены. Все, победил. С винтовками, блядь, пришли. В группировке банда Аберанкова и Кровавый Кулак. Организована преступная группировка, действующая в карикадке. Она занимается контрабандой, торговлей оружием и похищением людей с целью получения выкупа. У них постоянный конфликт с полицией Акаристана. Антиправительственное движение и сопротивление под руководством Михаила Гарина. Его цель освободить Акаристан из-под власти коммунистов. За последние несколько лет его членам удавалось глубоко внедриться в органы государственной власти. Это оппозиция, которую силой пытаются власть захватить, а это просто бандиты. На этот раз вы справились. Подумайте о покупке нового оружия и снаряжении своих подчиненных. Деньги можно забрать. Тянуть. Куда мне их тянуть? Его, наверное, надо освободить. Жди здесь. За мной. Не важно. Он за мной ходит. А за что я его арестовал? У него уже даже ничего тут не было. Он сбежать хотел? Нет? Как мне его освободить? Жди здесь. За мной. Арестовать. За что мне его арестовывать? Мы еще поквитаемся. Вы арестовали невиновного. Можете идти. У меня деньги забрали за то, что я его арестовал. А что я его освободил? Все? Все хреново, да? Я думал он машину сядет, уедет. Я не хотел его арестовывать. Необоснованный арест. А куда мне трупы тянуть? Мне их надо убрать куда-то. Контрабанда, кокаин. Давайте их куда-нибудь, не знаю. К мусорке. А он пропал. У них надо облутать, и они пропадут. Решили на меня напасть. Какие они хорошие. Патрончики. Да, патроны у меня много оказывается. Я думал, у меня мало. Это просто пропал. Ой, тут тоже патроны. Еще деньги. А что мне сказали? Тяжело ранен. Ты тяжело ранен, нет? Требуется лечение. Там было написано что-то. Давайте следующего. Неповинного человека просто арестовали. О чем побежал? Я думал, он сбежать хочет. Я даже не понял то, что на меня нападает. Привет. Конечно, необходимо. Так ты у нас кто? Ты из королевства. Мой Шурин был водителем в Белом Голубе. Я не верю, что такие великодушные люди могли поддерживать бандитов. Это чушь какая-то. Вот он по-любому, наверное. Так, Мирлан. Исмаилов. Вроде сходится. Номер паспорта. Все сходится. Туризм. Контрабанда у тебя нет? Я просто так посмотрю тихонечко. Ну, ты, по сути, можешь проехать спокойно. Ничего такого у него подозрительного нету. Пора сваливать. Не бандит? Нет, все правильно. Так сказал просто. Добрый день. Так, давайте так посмотрим. Уже не соответствую у него тут в имени. Имя, фамилия не соответствую. Срок действия тоже не соответствует. Контрабанды нету? Посмотрим просто. Да вроде нету. Но ты не проезжаешь. У тебя ничего не подходит. Что за день? Ну так вот. Документы надо обновлять свои. И не подделывать. Не соответствует ничего. И последний на сегодня. Здравствуйте. Идеальный досмотр у нас. Вас повысили, нифига себе. Увеличена премия до досмотра. Теперь вы можете позвонить в ад, чтобы он приехал с инструментами. Прикольно. Лучку нам одну дали. Так, имя вроде соответствует. Номер паспорта не соответствует. И тут тоже не соответствует. Сейчас уже апрель идет. Ни там, ни здесь не соответствует. Дата рождения. Контрабанды нету у тебя случайно тут? Никакой. Просто так на всякий случай гляну. По фотографии. По фотографии тоже по-моему не подходит. Тут старик какой-то. В очках с бородой. А тут молоденький сидит. Ход тоже не подходит. Ты не проезжаешь. Мы еще поквитаемся. Давай, есть. Вот это вот закрывать надо. А то врешься. Обоснованный отказ. Идеальный досмотр. Нам теперь по 130 платят. Теперь вы можете заняться своими делами. Отлично. Давайте. Катарабанду выложим. Катарабанду выложим. У нас уже почти 2000 бачей. Может прокачать себе кибитку свою. Вот за 600. На 20 бачей больше будет. Уровень восприятия увеличит. Максимальное здоровье увеличивает. Давайте прокачаем. Ну вот. Жилище уровень 2. Вот это я понимаю. За 1030 потом можно вообще домик себе сделать. Хорошо. Может рабочего еще нанять себе? Вот охранника нанять себе. Тюремный охранник. Будь следить. Увеличена оборонная способность по гранд-поста. А машину мы можем прокачать? Машину тоже 600 надо. Еще дороже тоже станет. Не знаю. Есть смысл вот так вот тратить сейчас? Жестко. Ладно. Пускай тоже. Буханка у нас получше будет. Пускай только теперь попробуют от меня уехать. У меня там скорость увеличена. Все увеличено. Восприятие, кстати, увеличилось у нас. Давайте поспим. Еще поднакопим бандитов этих. Котром банду. И уже будем отвозить. Ну вот. Это, понимаешь, шкафчик хотя бы тут вон. Покушать что-то можно. Конечно, тоже маленькая кибиточка вообще. Один на один. На кровать хотя бы более-менее выглядит. День 2. Правильный досмотр 4. Это у меня расходы, да? Неправильный досмотр 1. Улучшение. Содержание собственности. Зарплат сотрудникам сотк. Течение сотрудников 200 бачей. А мне только за досмотр деньги дают мне ежедневно. Не платят какую-то зарплату. Восприятие что-то вообще хреново восстанавливается. Я вроде поспал сегодня всю ночь. Нигде не шарахлась. Надеюсь, вы себя хорошо чувствуете. Выспались к очередному рабочему дню. А что нам за звание дали? Мы кто теперь? Давайте так руки освободим, а то ходим с пистолетом. Запугиваемся. Приезжий. Документы. Сразу проверяем. Просрочился. Фотографию чем, похож? Фотографию похож. Но у тебя уже срок действия не соответствует, поэтому мы уже не можем тебя пустить. Сорян бы. Въезд запрещен тебе. Идеальный досмотр. Встречочек какой-то приехал. Приезжий тоже. Вот документы, говорит. Так, смотрим ими сразу. Все правильно. Номер паспорта. Вроде тоже правильно. Май. Соответствует июль. Фотография тоже похож. Королевство РК. А что у тебя тут крыла нет? Нормально тебе так ездить? Ну все вроде. Можешь проехать. Заезжай. У нас будет уезжать, сразу буду по колесам стрелять. Груз переводить. Идеальный досмотр. Это вроде подходит. Это тоже все подходит. Багаж у него. Но с багажом мы уже тебя не пустим. Чего у них тут как по-дурацки? Изнутри надо залазить. Ладно. Ну просто тогда не въезжаешь. Просто нельзя. Сорян бы. А что ошибка? Вы делаете ошибку. Для чего вилу нужны? Пырять кого-то? Пусть сломал? Нет. Так и было. Почему неправильно? Одну ошибку надо отметить. Какую ошибку? Ему нельзя въезжать же. Моя семья в опасности. Я должен закончить эти рейсы, чтобы отдать долг. Умоляю, пропустите меня. Он груз переводит, да? Если я его пущу, у меня у самого проблемы будут. Контрабанды нету здесь случайно? Не знаю, пропустите его что ли? Потом у меня проблемы окажутся. Надо все разгружать. Обращайтесь с этим осторожно, говорит. Давайте проверим на контрабанду. Тут ничего нету. Тут вроде тоже ничего. Почему-то система неправильная-то, я не понял. А вот правила уезда надо ставить. Блин. Пропустите его что ли? Блин, ну мы пограничные службы, по сути. Мало ли что он там нам может сказать. Он может нам наговорить. Че угодно только, чтобы заехать. У контрабанды вроде у него нет никакой. А если правда у него там угрожает его семье? Расправый. Ладно, пускай заедет. Контрабанды у него вроде нету, значит. Возможно опасность он никакую не представляет. Должен будешь. Этому водителю нужно развернуть. А я могу за ним поехать, в принципе, и обратно, да, его вернуть? Я вообще без денег остался. Минус 130, минус 130. Разоришься с вами, все, больше никого не пущу. Давайте проверим сразу, по-быстрому все. Че-нибудь на продажу? Че тебе надо? А, можно у одних покупать одно, а потом другим продавать. Сигареты, водка ему надо. Пачка кофе по 26. Можно затариться, потом перепродавать, наверное. У меня ничего нету, сорян. Я тебе ничего такого не продам. Вроде бы все подходит у тебя. Заезжай. Больше, короче, нельзя так вот пропускать. Проблемы, не проблемы. А то меня обратно понизит. Лучше отдохните, говорит, завтра у вас много дел. Че ты, отдыхаешь? Напарники. Некоторые из ваших подчиненных могут сопровождать вас за пределы вашей стоянки, помогать отражать атаки врага. Улучшайте их или берите с собой на побочные миссии, чтобы завевать их доверие. Со временем они поделятся своей историей с вами. Интересно. Ну ладно, потом поедем отвозить преступника, поэтому с собой возьму. Дружочек, может сохраниться, поспать. Правильные досмотры, три. Два неправильных. Мне и зарплату больше стали давать. Ну и отбирать больше стали, если неправильно. Не, мне больше нельзя так ошибки делать, иначе я разорюсь. Важный телефонный звонок. Вернитесь в офис на посту и получите новые приказы. В среде ночи звонить, я вообще-то не поспал даже. Че такое? Командир, нам удалось выйти на след этого предателя, Гаврилова. Сейчас он находится в магазине у Влада. Немедленно поезжайте туда и следите за ним. Он может вывести вас на логово-постанцев. Так, дружок, со мной. Во время миссии нельзя взять? Почему? Давайте патроны возьмем, мало ли. Придется много кого убивать. Че я один-то должен ехать? Сами сказали, можете брать напарников. А сейчас уже нельзя. Сейчас пойдем отомстим этим придуркам. Ой, а где моя машина? Это че за УАЗик? Как тебя завести? Включить фары? Вот, завести двигатель. А че машина другая-то? Куда моя машина делась? Это вообще щемит? Тихо-тихо-тихо-тихо. Не разбиться бы. Очень быстро. Радио можешь включить? Есть тут радио? Ух ты. Че ты в дерево не въехал опять? Это я понимаю машины. Не то, что на буханке там. Очень медленно. А мне надо за ним проследить. Давайте фару выключим. Че он начинает подозревать? Он меня не видит даже. Просто надо за ним следить. Он не в моей стороне здесь поедет? За ним едем. Главное не упустить его. Совсем не подозрительно. Я просто еду по своим делам. Машину поменяли специально, чтобы он не подозревал. Так, он куда свернул? Я его уже проевал. Надо ускориться, а то я его так потеряю. Че-то заброшено всем. Свалки какие-то. Блин, а я могу просрать его? Если я его просру, че будет. Че он начинает подозревать? Где-то тут остановился, что ли? Сырь слишком далеко. В смысле? А, он поворачивал просто. Он остановился. Че ты там делаешь? Да в смысле слишком далеко. Я вот рядом с ним. Мне может выйти тоже надо? Че он там делает? Куда ты идешь? Давайте машину угоним у него. Нельзя. Он меня слышит или че? Че он подозревать начинает? Как меня может подозревать? Он меня вообще не видит. Ух ты. Нет, он меня заметил. Игра проиграна, Гаврилова заметил. Как он так меня заметил резко? Вот так за деревцем будем прятаться. Мне может в кустах чисто надо ходить? По кустам? Он еще оборачивается. Вот в чем проблема. Никого нет здесь. Иди давай. Преследуем этого негодяя. Из-за тебя меня подстрелили тогда. Сейчас здесь обернется. Тогда он меня из-за этого спалил. О, да, подглядывает. Ой. Фонарик включил случайно. Куда он меня ведет? Почти пришли. Тут домик какой-то. Заброшенный. А здесь, наверное, бандиты сейчас будут. Все, привел меня. Там кто-то в доме. Дым из печи идет. С искрами. С искрами. Почему-то. Окажите сопротивление Гаврилову. Напасть на него надо? Может обойти его? Я здесь не пролезу, да? Сейчас подстрелю его. Меня не ждет? Дверь заколочена, что-то. Товарищ, смелее. Входи, я не вооружен. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Сержант Гаврилов. Товарищ, садитесь. Нам нужно поговорить. Ага, сейчас бандиты твои придут. Давай поговорим. Я знаю, что ты здесь недолго. Не знаешь всей правды. Этот тиран Акаров избавляется от всех, кто стремится к свободе и демократии. Лидер оппозиции Михаил Гаврил едва выжил после того, как его пытались отравить. Созданный им кровавый кулак. Сделай все, чтобы остановить эту преступную систему. Ты можешь продолжить выполнять приказы коммунистов или присоединиться к нам и спасти эту несчастную страну. Гаврилов. Арестовать, отпустить. По сути, они хотят переворот устроить, да, какой-то. Ну, судя по рассказам всех этих несчастных полицейских, с которыми случились вот такие бедствия, и то, что страна им не помогает, а только наоборот хуже делать, я думаю, может, отпустить его? Давайте отпустим. Я знал, что ты поступишь правильно. Да здравствуй, свободный Акаристан. Зная о последствиях, которые угрожают предателю, вы решаете помочь ему сбежать. Через час езды по пустынной местности вы добираетесь до заброшенной шахты, туннеля, которые ведут далеко за границу Акаристана. Комиссар в ярости из-за неудачи, которую вы объясняете поломкой полицейской машины. Сейчас меня понизит, наверное, да? Миссия выполнена. 400 бочей выстали на сторону кровавого кулака. У меня, наверное, проблемы будут. Андрей, а давайте на этом будем заканчивать. Вот такая вот игрушка, достаточно интересная. В принципе, какой-то сюжет у нас ожидает. В следующей серии будем продолжать. А сейчас всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Также не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. И всем до встречи в следующих видео. Всем пока!